Книга пророка Сафонии. Глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь, и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем, умолкли пред лицом Господа Бога, умолкни, ибо близок день Господень уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать, и будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, воплю ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметано будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Сафония, глава 2. Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как Мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев, Господень. Доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы его. В защите правду, в защите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо газа будет покинута, и оскалон опустеет, азот будет выгнан среди дня, и крон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, хананеи, земля филимстимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарником, и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина. И будут пасти там, и в домах оскалона будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит их, и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь, Сававов Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гамора, достоянием крапивы, соляною рытвенную пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевший из людей моих получит их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Сававофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, в Япляне, избиты будете мечом Моим. И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Неневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоится будут среди нее стада, и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах. Разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем, я и нет иного, кроме меня. Как он стал развалиной, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой. Сафония, глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него. Не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определенно собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы они призывали имя Господа и служили ему единодушно». Из заречных стран Эфиопия, поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Не оставлю среди тебя народ смиренных, оставлю и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца тщерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажет Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевает руки твои. Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Возвеселиться о тебе радостью, будет милость их полюби своей, будет торжествовать о тебе с ликованием, сетующих о торжественных празднествах, я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли. Когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь. в путь.